Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов. Чё, не узнали меня? Стал я немножечко пониже, пополнее, да и причесочку сменил и бороду отрастил. В общем, я играю в игру World of Kings, на неё я делал обзор, по-моему, осенью. И вот сейчас вышло очень масштабное и полноценное обновление, которое превратило эту игру в нечто большее, чем было раньше. Здесь появилась новая история, новая карта, и всё это мы сейчас попытаемся посмотреть и пощупать. А, собственно, я хочу отправиться сейчас к порталу. Посмотрите, какая у меня весёлая хрюшка. Это мой питомец, мой наездник, на котором я могу быстро и довольно комфортно перемещаться по карте. Посмотрите, как он классно детализирован и выглядит очень-очень забавно. В общем, сейчас мы отправляемся к главному порталу, который позволит мне переместиться дальше и продолжить прохождение этого потрясающего сюжетного приключения. В общем, о чём вообще новое обновление этой игры? Здесь появилась, как я и сказал, новая история, появилась новая карта и новый секретный компаньон, которого вы сможете разблокировать в процессе прохождения игры. Помимо этого, здесь вас будет ждать множество бонусов, их было заведено действительно целая куча, поэтому все ништяки вы сможете получить, поиграв в эту игру. В общем, я приглашаю вас присоединиться к этому глобальному сообществу и стать одной из частиц этого потрясающего виртуального мира. В общем, игрушка доступна как в Google Play, как и в App Store. Ссылку на скачивание вы, как всегда, сможете найти в описании. И что я хочу вообще вкратце об этой игре рассказать. В общем, можете, в принципе, посмотреть мой предыдущий ролик, я там всё подробно рассказал, но главной особенностью этой игры является то, что здесь присутствует 6 различных рас. Причём вы можете у каждой расы также выбрать пол и подкласс. То есть вы можете превратить это в куда большее количество различных классов и типов персонажей. Это однозначно огромный плюс у этой игры за такое вот разнообразие в плане геймплея и возможности развития своего индивидуального уникального персонажа. Помимо этого, в новом обновлении появилась более продвинутая PvP-система, где вы сможете сражаться с противниками со всего мира. Вы сможете принимать участие в сезонных PvP-боях и, соответственно, стать самым сильнейшим и крутым бойцом мира World of Kings. Здесь вы также можете создать свой отряд, чтобы поучаствовать в боях 2 на 2, 3 на 3 и даже 5 на 5. Есть также ещё и игровые режимы, в которых вы сможете состязаться в режиме 15 на 15, а также поучаствовать в дуэли за флаги. В общем, игровых режимов очень много и также были завезены новые подземелья и, соответственно, новые боссы, за которых вы сможете получить всё больше и больше различных и полезных наград. В общем, добрались мы до портала и давайте попытаемся сейчас в этот портал войти и посмотреть, что здесь вообще происходит и что нам с этим порталом вообще нужно будет делать. Так, отправляемся мы к этому порталу и попытаемся подобрать эту энергетическую сферу, которая нас сейчас куда-то перенесёт. И, собственно, мы узнаем, чем же продолжится история моего боевого дварфа, который вот-вот повстречает какую-то весёлую черепашку и поговорим мы с ней о том о сём. В игре, кстати, присутствует и русский язык, это однозначно плюс, но я вам скажу честно, не всё здесь переведено на русский язык, поэтому, возможно, вам придётся с чем-то разбираться и самим. Так, отправляемся мы выполнять квест дальше. Сейчас мы, наверное, пойдём к какому-нибудь королю или ещё к какому-нибудь чуваку, который даст нам очередной квест и очередное задание. Вот, собственно, мы скачем дальше через этот потрясающий замок, который так и сияет, так и манит к себе для того, чтобы изучить его и выполнить все-все квесты, которые в этой игре присутствуют. Я хочу также отметить, что в этой игре присутствует довольно большая, огромная карта площадью 27 квадратных километров, и она полностью бесшовная. То есть здесь нету загрузок различных локаций, а вы можете свободно между ними перемещаться, и это, на самом деле, не так часто можно встретить в играх данного жанра, в особенности на мобилках. Обычно всё-таки всё это делится на локации, и из-за этого нету ощущения, что это мир целостный и какой-то единый. Здесь же весь мир живёт, так сказать, своей жизнью, и вы можете стать частью этой жизни. Помимо этого, если вы достигнете максимального уровня в этой игре, то это лишь только начало ваших приключений, потому что после достижения максимального уровня игра не закончится, а только, так сказать, начнётся, потому что вы сможете играть в различные режимы, отправляться в опаснейшие подземелья, и побеждать самых опасных и крутых боссов. Миссий в игре очень много, есть как основные сюжетные, так и побочные, которые позволят вам неплохо-таки подзаработать. Итак, что нам скажется теперь, куда нас снова отправят, и что нас попросят сделать? Так, мы, походу, идём к какому-то старцу фура, который нам что-то хочет дать и что-то нам посоветовать. Давайте с ним поговорим. Так, ага, в общем, нам нужно отправиться в какую-то драконью шахту, какой-то трон взять, и, соответственно, чем-то этому чуваку помочь. Сейчас, я думаю, мы это и попытаемся сделать. Так, мы собираем, кстати, артефакт. Артефакты здесь, естественно, нужны для того, чтобы приобретать различные мощности для своего персонажа и так далее. В общем, что я думаю? Давайте посмотрим, какие есть подземелья у меня, и, может быть, попробуем отправиться в одно из них, для того, чтобы сразиться с кем-нибудь. Но подземелья, походу, здесь, так сказать, командные пока что в данный момент, и поэтому, наверное, в данный момент у меня это не получится вам показать. Но, поверьте мне на слово, там битвы довольно потные, довольно интересные и, соответственно, увлекательные. Так, смотрите, на каком орле мы полетели, для того, чтобы выполнить следующее задание и следующий квест, который нам, собственно, дали. Куда же мы летим и куда нас принесет эта нелегкая судьба, мы узнаем совсем скоро. Мне игра определенно нравится, нравится ее графический стиль. Да, здесь нереалистичная графика и далеко не графика, наверное, консольных уровней, как мы видели, например, в других играх. Но здесь есть какая-то своя атмосфера, свой дух, который заставляет в эту игрушку играть. Лично меня, по крайней мере. Итак, смотрите. Мы подлетаем к точке нашей высадки и снова нам нужно будет с кем-то сейчас пообщаться для того, чтобы выполнить очередное задание и, соответственно, продвинуться в прохождении этой интереснейшей игры. Здесь присутствует также и неплохая система прокачки, которая позволяет вам улучшать как характеристики своего героя, так и его различные навыки. И это очень-очень круто. Но, естественно, это, наверное, самое главное вообще, что может быть и что есть в ММО-играх. И здесь с этим все в порядке. Присутствует здесь и смена дня и ночи, то есть вы не будете постоянно бегать по солнечным долинам. Будут здесь и ночи, будут здесь и всякие опасные создания, которые будут нападать на вас со всех сторон. И вот сейчас нам дали задание убивать ворон, для того, чтобы они, видимо, не ели какой-то урожай или что-то в этом духе. Быстро мы с ними разделались и, соответственно, выполнили этот простой, но довольно забавный квест. Смотрите, мы вроде бы просто помогли даме справиться с воронами, а из нее сейчас что-то... Что с ней произошло? В нее вселились какие-то демоны. Вот так-то вот. Поначалу подумаешь, что все довольно просто, но нет. Из одной дамочки вылезла вторая такая же, да еще которая переливается какой-то темной материи. Неужели это... Неужели это Веном? Что Веном забыл в игре World of Kings? Я сам не понимаю, но такие вот дела происходят здесь. В общем, мы помогли ей, изгнали из нее какую-то демонскую сущность, и, соответственно, мы можем теперь отправиться дальше и помогать уже другим персонажам и другим людям, которым эта помощь также необходима. Как я и сказал, миссий здесь очень много, только посмотрите, сколько у меня сейчас квестов активных, которые мне необходимо будет выполнить. И это лишь мало их часть. Мы постепенно собираем артефакты, как я и сказал, и, соответственно, это сейчас наша главная и основная задача. Так, прислали нам какую-то посылочку. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, отлично, мы что-то там продали, отправили, и теперь можем с чистой совестью идти дальше. Так, давайте поговорим с каким-то исследователем. Может быть, она нам подскажет и даст какое-нибудь задание поинтереснее, которое мы сможем выполнить. Итак, это город Улу. Понятненько. И что же нам нужно будет сделать? Как нам нужно будет помочь этому исследователю? Так, в общем, нам предлагают получить атрибуты плюс три к чему? К спириту, к духу, то есть, соответственно. И это-то мы и сделали. А теперь мы можем отправиться дальше для того, чтобы этот квест продолжить. Итак, это какой-то Гарольд. Неужели это Гарольд? Или Харольд? В общем, неважно, кто это, но он мне очень сильно напомнил Ведьмака. Видимо, в этой игре присутствуют еще и отсылочки на популярных персонажей массовой культуры. Так, куда мы идем? Куда нас приведет эта нелегкая дорога? А нелегкая эта дорога приводит нас к какому-то другому соседнему городу, точнее, наверное, к крепости, или даже резиденции какого-то богача или короля. Но нет, здесь происходят какие-то странные дела. Ладно, прилетели какие-то птицы, вороны с красными глазами, которые клюют зомбаков и которые оживают. Что, они сейчас пойдут прямо на меня? Это что? Это что за ходячие мертвецы? Нет, они идут не на меня. Они идут в этот храм, в этот монастырь. Вот что это было. И, походу, нам необходимо будет защитить этот сумеречный монастырь и справиться со всеми демонами, со всеми зомби и нежитью, которые пытаются этот монастырь осквернить. В общем, у меня в руках довольно мощная пушка, которая позволяет мне неплохо-таки отстреливаться от всех зомбаков. И я думаю, им не справиться с моим боевым гномом, который готов убить всех и каждого, кто встанет на его пути. Так, мы отбили небольшую атаку и идем поговорить с главным воином этого монастыря для того, чтобы обеспечить защиту и оборону этой крепости. А, в общем, довольно забавно, и вы, наверное, тоже находите, что в этой игре даже есть зомбаки. Это меня очень сильно удивило. Обычно в играх такой вот средневековой направленности зомбаков просто-напросто не бывает. А здесь они есть, да еще их ворон оживил. Может быть, ворон — это отсылка к Одину, к Тору и к прочим скандинавским богам. Не знаю, возможно. Я, если честно, не удивлюсь, потому что сюжет здесь очень завернутый, очень интересный, и поэтому в World of Kings очень интересно играть. Я напоминаю, ссылка на скачивание на World of Kings находится в описании. Игрушка сейчас обновляется, очень масштабное обновление прошло. Поэтому, если она вас заинтересовала, в частности, после моего этого небольшого летсплея, то обязательно скачайте ее, поиграйте, и я думаю, она придется вам определенно по вкусу. Вы сможете создать своего уникального персонажа и, соответственно, прокачать его и сделать непобедимым в прямом смысле этого слова. Ну а я на этом прощаюсь с вами, всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить палец вверх под видео. Всем пока, и я полетел!